Тяжело, конечно, это. Считай, от четверга к четвергу и живешь только этим. Как и все, кто продолжает следить за этим делом. Напомним, последнее заседание закончилось скандалом. Адвокаты Жамбалова даже угрожали судьи отводом за невызов последних свидетелей. Но сегодня явку обеспечили. Видеосвязь прерывалась трижды. Однако допрос депутата Народного хурала состоялся. С ним Жамбалов общался по телефону вечером в день ДТП. Из разговора понял, что произошло ДТП, что это произошло при Байкальском районе, за рулем, где находился Байкальский жамбалов. Ну, все, что я могу сейчас вспомнить. У вас еще есть ряд соединений между вами и Жамбаловым 6 января. Вы помните, о чем были эти разговоры? Нет, я уже не помню. Стоило ли из-за этого показания так спорить, пусть решает суд. Последним выступил специалист от Теледва. Он, наконец, разъяснил все тонкости детализации звонков. И сделал громкое заявление. Исходя из секторов, откуда звонили с номеров Пилосяна и Жамбалова сразу после аварии. Если первый абонент находится в Батунине, второй абонент может находиться уже на подъезде к другу, как Турнтайло. То, что получается, между вот этими абонентами было определенное расстояние, они не находились в одном месте, я так понял, это факт. Судя по этой деталке, да, это факт. Они не в одном месте. Возможно ли такое, все-таки, что оба абонента на момент звонка находились вот здесь, где села Батунина, однако один из них почему-то попал на эту зеленую голову? Если один звонок, то теоретически можно, а если там несколько, скорее всего, невозможно. Телефон не говорит о месте нахождения его хозяина, в принципе. На двух машинах, может быть, как-то кто-то в какой-то машине его мог оставить. Всякое бывает. Казалось бы, и все. Но тут адвокаты Жамбалова начали буквально закидывать суд ходатайствами. Сначала просили вызвать фермера, который якобы передавал семье погибшей 500 тысяч в качестве морального ущерба. Но отец этот факт отрицает. Деньги передал Пелосян. Какое отношение имеет к иску, которая предъявлена Жамбалова? А потом вы хотите зачесть в случае, если взыскание, удовлетворение иское зачистить? Да, так точно. Которую Пелосян передал. Моральный вред не может дважды возмещаться хоть от десяти виновных. Получается, что ему даже деньги он их себе заплатил? Получается, что у нас, уважаемый потерпевший, он не удален. Мы были основательные обеспечения. Деньги были безвозмездно отданы. Это была как помощь. Расписки о том, что моральный вред или материальный они не брали. Мы против. Мы считаем, что это просто затянет. Особенно сроки нового суда. И суд согласился. Затем просьба провести два новых следственных эксперимента на уклон дороги и действия погибшей. А затем еще два ходатайства исключить из перечня доказательств протокола с проведенного ранее следственного эксперимента. Гособвинение и адвокат Бурчевских выступили против. Ну а судья... В проведении следственного эксперимента отказали. Следственный эксперимент проводился. Протокол исследовался с судом. По основанию сомневаться у них, по-моему, не имеется. Зачитав характеристику из народного хурала о том, какой Жамбалов хороший, и результаты освидетельствования обвиняемого об отсутствии алкоголя в крови, заседание закончилось на очень важной ноте. На следственном заседании будет только допрос Замбалова, и все, вы готовы? Да. То есть уже никаких переносов, никаких новых свидетелей? Да. Свои вопросы я пока озвучивать не буду, но думаю, он свою точку зрения не изменит. Также будет настаивать, что не был за рулем, за рулем был Пелосян. Время покажет? Лучше и не скажешь. Сергей Смольнинов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус», Прибайкальский район.